С наступлением летней поры в Тверской области учащаются случаи выпадения детей из окон многоквартирных домов. Медики, которые первыми прибывают на место, часто вынуждены бороться за жизни малышей после падения с высоты. О том, как избежать падения ребёнка из окна, к каким травмам оно может привести, рассказали в детской областной клинической больнице. Зачастую сценарий трагического происшествия остаётся неизменным из года в год. Дети облокачиваются на незакреплённую москитную сетку и вместе с ней вываливаются наружу. Чаще всего это происходит, когда ребёнок остаётся без присмотра родителей. В 2023 году 34 ребёнка поступило в детскую областную клиническую больницу, которые получили травмы в результате падения из окон. За пять с половиной месяцев этого года уже 11 детей. Возраст, конечно, превалирует маленькие, дошкольники. Очень важно, чтобы эти дети находились постоянно под присмотром родителей. Чтобы таких вот случаев, конечно, не повторялось. Падение даже с небольшой высоты может привести к серьёзным травмам. Обычно это повреждения головного мозга, травмы костно-мышечного аппарата и внутренних органов. В таких случаях помощь ребёнку оказывают сразу несколько врачей. В основном, жизнеугрожающие травмы головного мозга с кровоизлияниями и разрывы внутренних органов, которые сопровождаются кровоизлиянием. Потому что потеря крови — это очень быстрое ухудшение состояния. И помощь должна быть оказана в первые часы. Специалисты не устают повторять, чтобы родители следили за детьми, особенно дошкольного возраста. Не оставляли их в комнате без присмотра, где открыты окна. Ведь мало для кого последствия черепно-мозговой травмы или позвоночника проходят бесследно. Последствия, в большей части, наверное, это по нейрохирургическому профилю. С одной стороны, и очень тяжёлые последствия могут быть при массивных повреждениях внутренних органов. Это может быть вплоть до удаления органов селезёнки, например. При повреждении печени очень сложные бывают травмы, которые очень технически непросто ликвидировать. Сейчас существует много различных запоров и фиксаторов, которые могут обеспечить безопасность ребёнка. Кроме того, мебель в комнате необходимо располагать таким образом, чтобы дети не могли добраться до подоконника.